Не повезло немного антимагу, и в итоге это открывает возможность забрать Т1-вышку на бот-линии. Ситуация довольно тяжелая, и антимагу не дают времени, чтобы набрать слоты. Более того, такие смерти становятся фатальными, и это может очень пагубно сказаться на игре. Пока что я бы расценивал эти шансы как довольно сомнительные на возвращение в карту для антимага, потому что видно, что АВК чувствует себя комфортно, в скором времени получит БКБ. И в игре его больше ничего не будет заботить. А какие еще возможности имеет команда остановить в столь текущем положении серьезный драфт, я представить не могу. Гримстролку огоним, не светит, у тени слотов пока мало. Марс. Героев особо не напрягает. Очередной врыв оттайги, хукшот, пытаются прогнать АСМ, залетает будет спирит, трата БКБ, попытка сделать ТП, помогает Амар. И Эйс успевает улететь. Ну, хоть в этот раз получилось. У Янчи все в целом неплохо для такого момента игры. Форс. Солар. Если получится Владимир добить до ближайшего какого-нибудь файта с тотемом, будет совсем славно. Да и антимагу лишний слот не помешал бы. Ультимейтор, поинтбустер и скороскади. Около двух тысяч. В общем, ни в коем случае больше нельзя умирать, дурачью. Я вижу на карте Рошана. Нет, Рошана я не вижу. К сожалению. Не работает что-то нормально и что-то с Марсом он сломался. Ну, думаю, это не смертельно. Главное, что в игре видно прекрасно, что он из себя представляет и что делает. Еще интересного ОГЭ. Также скоро тот МУВР-ки. На Войт Спирите. Кайя Сэн Шаганим. Шард имеется. Выход в БКБ. От ВК уже имеющийся БКБ. Титан Сливер. Шард. Даже если маны не будет, реинкарнация все равно будет доступна. И Кокер почти добирается до БКБ. Прорезвелье вообще молчу. Бабочка готова. Деньги на рефреш. И очередное путешествие от Эйса в БКБ на базу. Ну, логично. Если ультимейт потрачен, остановить более в БКБ героя нечем. Очередной заход в лес от Юраги и Амара. Поимка Инчи. Смерть для Силерии. Седьмая по счету. Не боюсь даже открывать счет. 15-1, 2-3, 4-1, 1-2 и 0-5. Впрочем, Тайги можно. Во многих картах, несмотря на его обилие смертей, Дикий Спейс дает команде. Ну и из-за этого его можно простить. Или даже похвалить. Почему бы и нет. Что по вышкам? Т2 в миде. Бот линия Т2 нет. Одна вышка всего лишь. Дальше ХГ. Ну и вариант подождать Рошана. Антимагу даже с Кадди будет маловато. Любой контроль. Неудачное нажатие контур спелла или позднее нажатие. Или тот же Клокверк, который с помощью хукшота начинает и не дает какое-то время антимагу жать кнопки. В общем, подъем на ХГ. Юраги вызывают своих братишек. Братанчиков. И они начинают пушить вышку. Шард Вэр. Серьезные ветра. Попугали немного Тини. Сеп тратит ультимейт на вышку. И под конец прожимают Глиф. Гладиатор. Спрыгает Эйс. Есть неплохое копье. Поймали Войт Спирита. Далее Тос. И хороший фраг. Это должно остановить пуш. Вышка была, наверное, Тини. Ну и преимущество все еще составляет 7000. Да, оно не поднимается, не опускается. Терпимо. Пока играбельно. Главное не погибать антимагу. Может быть это шанс. БКБ. Контер спелл. Не спешит Амар. Делает ТП. В это время антимаг. Тини. Марс переключаются на Вэр. Ловят Себа в арену. Не играет роли здесь Шарда. Еще один фраг получает команду. Врывается Тайга. Кукшот. Коги. Вне коках фаскивается Тини. Помогает ВК. Тини БКБ. Есть шанс забрать Клокверка. Есть фраг для Тини. Далее Юраги. Яраг теряет реинкарнацию. Приходит Амар. Нажимает статик. Лишает урона Тини. Тини помогает Форсом. Заканчивается БКБ. Ультимейт антимага роли не играет. У Юраги есть БКБ. В итоге есть шанс забрать антимага. Антимаг погибает даблкил для Юраги. Эйс. БКБ. Дайдер аут. Но нет свитка. Придется пешком. Бежать. Попытка спрятаться против Амара не работает. Плазмофил прекрасно светит леса и показывает местоположение героев. Ну что ж. Последний шанс для Эйса дождаться даггера. Очередной даггер аут. Ну и очень-очень долго пытаться пешочком добираться до ХГ. Проблема в том, что Войт Спирит не стал... Не стал пытаться помогать Амару. Посчитав, наверное, что он сам справится. В итоге Ис продолжает свое путешествие в надежде на спасение. И ракета светит Эйса. Амару очень быстрый. Плазмофилд не помогает лапа паучки. В итоге Рейзор все же настига убил. В это время есть уже Рошан. У Рошана шар до Егис. Кто с чем? Аганим шар двойт Спирит, шар двойер и шар двойка. Шар Дутини. Но учитывая, что только свет претендует на данный саб же, это скорее Клокверк, чем Рейзор. Что у него там? Джетпак. Новая способность. Герой взмывает в небо, получает перемещение и обзор в полете. Скорость передвижения увеличивается, но герой не может атаковать и имеет уменьшенную скорость поворота. Все это здорово. Тайга прыгает на ХГ. Ловит здесь Грима. Проблема у ТОФ. Форс не помогает. Ветра, ультимейт, ВР. Фраг для Амара. Голые бараки в миде, которые есть возможность атаковать. Себ закончил. Тотем подрубил. Он работает. Команде помогает. Три игрока только пока живы. Байбек, конечно же, не хочет тратить. Марс. И происходит что-то страшное возле Т4. Шейклшот не самый лучший, но в любом случае это позволяет совершить фраг на Тинни. Есть выкуп. Но пока он не тратится. Байбеки на экране. Их не то чтобы много ОГ. Тинни вынужден выкупиться. Ждут 15 секунд Грима. Может помочь его ультимейт. Хоть как-то. Не дать двигаться героям. Но топ-линия также падает. Прыгает С. Есть копье нападение на Юраги. Тос на Инчу. Но она была рядом. Далее Ветровэр. Рейзер под статиком. Работает над убийством Мейса. Не выходит. Мешает антимакс. Закидывает ульт. Дэмэджа мало. Ульта Грима. Ничего не дает. Теряет Инчу. Не вернется в игру с Олэрием. Далее райт кликом. Есть шанс выбить. И получается выбить Эггис из Войт Спирита. Но также Марс и Грим оказываются в таверне. Тинни. Веткой. Стукнул больно по спине Клокверка. Не придется Тайгу подождать. Ну а че спешить-то? Одна линия остается. У Гладиаторов. Антимак все еще не такой сильный как хотелось бы. Рейзер закончил. Рефреш. Следующие драки. Все скиллы в военном обиле. БКБ. Клокверк заканчивает БКБ. И буквально одноточная драка. Позволит Эгг закончить карту победой. Если не будет никаких закидонов. Антимак. Контур спелл потрачен. Верф тратит шард. Едва ли двигается антимак. Вот здесь шейкл шот от Себа. Позволяет поймать дурачье. Это антимак. Который в таверну отправляется. На целых 80 секунд без выкупа. Ну и очень похоже что это конечное для Гладиаторов. На мажоре. И по прежнему не перестаю удивляться успехам. ОГ. Их уверенным выступлением в каждой карте. Врыв от БЗМ. На ХГ. Тинни БКБ. Тос. Есть диссамилейт. Огромнейший рейндж. Подтягивается Юраги. Снова ветра от Виндрейнджер. Которые мешают героям двигаться. С гримом расправляется Амар. Под вышкой оказывается Юраги. Есть тварик побить немного бума. Не помогает арена. Тинни рассыпается. И всего лишь два героя в живых остаются. Не успевая добежать до фонтана Марс. Да. ВК теряет реинкарнацию. Но помогает своей команде разобраться. Сенчо и этот Тим Вайп. И Байбек уже не играет роли. Прямо на фонтане зажимают Амары Тайга. Эйса. ГГЛП. ОУДЖИ 2-0 в этой серии. Именно они проходят финал нижней сетки. И столкнутся завтра с Тундрой. То есть ОГ с заменой на этом турнире. ТОП-3. Это мажор. Да, без китайских команд. Но тем не менее это очень достойный результат. Такая вот выходит финальная. Хоть и вторая карта в этой серии. 2-0 и ОГ оказываются сильнее. Ну что ж. Желаю ребятам удачи. Выступление против Тундры. Получится ли у них? Насколько завтра будут собраны Тундра? Подготовятся к ОГ? ОГ, но пока что ОГ будто бы из прошлого, да? Такая же команда, свирепая. Очень быстрая. С ней тяжело совладать. И это круто. Ну и отдельно отмечу то, что трансляция была оборвана, потому что у меня пропал интернет. Именно поэтому я загружу данный кусок. И показываю вам остаток карты. Ну может быть это кто-то увидит. Кто игру не досмотрел. Не суть важна. Да, могу извиниться, но к сожалению, никак не владею над ситуацией. Интернет, если пропадает у провайдера, это глобальная проблема. Я ничего поделать не могу. В любом случае, расцениваю сегодняшний день как вполне компетентный. Проблема возникла только в самом конце и буквально на последних 8 минутах итоговой карты, где может быть некоторые из вас уже догадывались, чем все будет завершаться. Я надеюсь, что конкретно финальный день пройдет без подобных казусов. И мы нормально посмотрим оставшиеся матчи и досмотрим мейджор. Как всегда, огромное спасибо, что выбрали данный канал и данную трансляцию. Я желаю всем вам отличного остатка дня. И надеюсь, что скоро услышимся снова. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok